Георгиевские ленты и балаклавы 2 мая могут стать причиной задержания. Об этом на брифинге сообщили представители Одесских самообороны и правого сектора. Несколько дней назад по инициативе ОБСЕ активисты силовых проукраинских организаций встретились с родственниками погибших на Куликовом поле, чтобы обсудить план ограничений и план траурных мероприятий на 2 мая. На встрече также присутствовали представители местной власти, чье участие, по мнению активистов, может послужить гарантией выполнения договоренностей. Мы, в общем-то, пришли к пониманию, что самое главное, первое, Одесса, особенно в этот день, должна, в общем, спокойно все это, это все должно пройти очень спокойно. Это день траура, это поминальный день. Никаких лозунгов, никаких таких заходов особых быть не должно, кроме поминальных сборов. На Куликовом поле будет только приезжих около 2000 милиционеров, по нашим данным. То есть, ну, так нам озвучили, опять-таки, на встрече с ОБСЕ. Еще будут, естественно, местные патрули милиции. Поэтому мы со своей стороны будем обеспечивать максимальный порядок на соборке. Заранее мы будем ставить свои кордоны, проверять урны, проверять любые неизвестные предметы, проверять любых подозрительных людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...